всем привет друзья вы снова на стройке миг 31 от компании амк но если вы попали на наш канал случайно скорее подписывайтесь не забывайте нажать на колокольчик для своевременного получения уведомления о новых событиях на нашем канале а также не забудьте посмотреть предыдущие видео и так в прошлом видео я остановился на изготовление козырька непосредственно добавление вот здесь вот трубки после этого я ее окрасил как и в предыдущих видео тем же цветом бирюзовым интерьерным и черным с небольшим опылом в серый для подчеркивания рельефа данной детали следующим что нам необходимо сделать это подготовить остекление кабины самолета замаскировав его вот таким набором от компании эдуард это предварительно вырезанные маски довольно эластичные итак приступаем устраивайтесь поудобнее поехали чтобы стекла не заляпать жиром с наших пальцев рекомендую использовать перчатки при работе с остеклением если кому-то интересно артикул масок и x523 для миг 31 ббс от компании амк масочки и инструкция по нанесению этих масок первым шагом эдуард предлагает выклеить маски не полностью закрывая стекло оставляя небольшой зазор между переплетом и стеклом вот так выглядит нанесенные маски от эдуарда и производитель пустые участки рекомендуют маскировать жидкой маской я этого делать не люблю и поэтому воспользуюсь вот такой малярной лентой от фирмы тесса розовая лента тесса самая не липучая в смысле лента с слабой фиксации и прежде чем приступить к нанесению нужно немножечко протереть наше рабочее место от пыли и возможного мусора влажной тряпочкой после того как испарится водичка отмеряем какое-нибудь количество ленты и приклеиваем на наш коврик нарезаем ленту на небольшие сегменты начинаем наносить наши отрезки начинаем наносить Продолжение следует... Также заклеиваю с внутренней стороны. И так настало время окраски деталей в интерьерный цвет с внутренней стороны. Некоторые детали необходимо окрасить. И для этого мы будем замешивать краску, используя цвета томии. Так как два верхних цвета, хоть они и хороши по оттенку, но я не уверен на то, как они себя поведут в момент снятия скотча. Поэтому буду замешивать из томии. Предварительно я уже пробовал замешивать. Это у нас акрилы, представленные выше. Это то, что получилось из томии. Единственное, чуть-чуть надо осветлить, добавив сюда белого. И так приступим. Для пробного замеса будем брать одинаковые капельки и смотреть, какие пропорции нам необходимы. Так, зеленый мы исключаем, он нам не понадобится. Вот, вполне похожий цвет. В общем-то, как минимум, как базу, такой цвет положить можно. Ну и добавляем все это в наш аэрограф, заправляем. Красочки пока не закрываем, могут еще понадобиться. В аэрограф уже залит разбавитель. Чтобы нанести краску и избежать затеков, буду наносить прозрачные тонкие слои. Грубо говоря, красить буду сухим способом. Густо заливать не буду. Грубо говоря, красить буду сухим способом. Переднюю часть фонаря изнутри выкрашиваем обязательно тоже. ica. Иэрина». Грубо говоря, красить идеальной. Грубо говоря, красать можно. теперь сразу думаю сделать линию герметика можно ее сделать конечно и после все окраски в конце добавить линию герметика но решил сделать сразу и замаскировать хотя в то же время эдуард дает в своей инструкции по-другому сначала интерьерным цветом окрасить на первых этапах выклеить маски окрасить интерьерным цветом после убрать маски заново приклеить маски чуть большего размера и окрасить уже в цвет камуфляжа да вот но они пропускают как раз линию герметика и это очень странно что они имеют в виду линия интерьерная как бы для интерьерного цвета я взял красный немного рыжеватый он будет как оказалось у меня окраска размешана в оранжевый цвет но такой вот свет сейчас еще немножко его осветлю чтобы поярче хоть в наборе и присутствуют декали но с декалями на стеклах связываться что-то не очень охота поэтому я решил просто это все выкрасить я думаю что это будет намного лучше да и в конце концов декали никто не отменяет если вдруг что-то не получится цвет герметика приблизительно похожий делаю опираясь на фотографии плюс-минус где-то так и также сухим слоем все это продуваем итак теперь необходимо покрасить каркас нашего фонарика зелененький цвет для этого буду использовать вот такой вот xf-5 flat green на мой взгляд он наиболее подходящим для окраски внутренней поверхности каркаса и Продолжение следует... Итак, после нанесения двух цветов прошло некоторое время, и настал момент нанесения второго уровня масок, так сказать, для закрытия линии герметика. Осторожненько убираем. Краска довольно хорошо высохла. Продолжение следует... 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 Теперь настало время собрать всю носовую часть вместе. Продолжение следует... 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 И перед тем как приклеить нам нужно вот эти прилегающие поверхности вытереть начисто ватной палочкой, смущенной в растворителе, в разбавителе, в общем, тем средством, на котором размешивали краску для наилучшего соединения, так сказать, и сухой кисточкой, чтобы клей не тек, осторожно подготовим поверхность к приклейке. Делать это нужно очень-очень осторожно, непосредственно на стекле осторожно, на ответной части можно пожирнее намазывать клей. Так, теперь нам можем еще раз клей сюда и прикладываем. Да, и пока я уже забыл, необходимо вклеить сиденье, иначе потом под стекло оно не встанет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Завершена сборка кабины, остается подсобрать некоторые элементы открываемых частей фонаря. Это я сделаю вне видео, но если вам интересно это увидеть, напишите в комментариях под этим видео. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Не забывайте нажать на колокольчик для получения уведомлений, чтобы ничего не пропустить. Также добавляйтесь в нашу группу вконтакте, в наш инстаграм, наш твич-канал. Все ссылочки в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok